Сядзиба у вёсцы Клиновица готова разместить как семью, так и великую компанию. Место хопить для 40 человек. Жилые домики побудованы из экологично чистых материалов. У них всё необходимое для комфортного отпочинку. На территории сядзибы несколько банкетных залов, а так само две русские бани. Однако главный фактор притягальности для туристов – природа. Мясовые краевиды по-своему малявничные как летом, так и зимой. Я 15 лет назад попал на это озеро, посмотрел, а в него влюбился и вынашил мысль что-то здесь создать. Ну, пришло время, постарел, построил себе домик жить, а потом решил создать, чтобы люди видели эту красоту. Это, ну, какое-то своеобразие природы. Тут же озеро, запах воды этой, понимаете. Пригожусь с природы с кожным водом притягивая усю большую колькость туристов на Гомельщину. Однако, текавость до отпочинку у агросадибах выкликана и по ширинам спектру послуг. Сиротная больше запотребованных – полеванья, рыбалка, экскурсии, махчимость поудельничать у святых и фестивалях. Очень приятно отметить проводимую работу, скажем так, создание кластерной модели агротуризма. То есть, хозяева агросадиб находят контакты с объектами историческими, культурного наследия, какими-то развлекательными объектами на территории, близлежащие к своей агросадьбе. То есть, на сегодняшний день хозяин агросадибы может предложить, скажем так, полный комплекс услуг по желанию туриста. Гостями агросадиба участие за все становятся жихары России. Однако география наведовольников поступово поширается. Отпочевать у белорусскую вёску проезжают из Польши, Израиля и Кипра. Як правило, гэта уродженцы Беларуси, які доведалися про сядибу, празинтернет. Протягнуть туристов допомагает и так званая сарафанная радио. А як оповялиши тих колькость, необходно больше активно заявлять про себе. Есть очень замечательные места, но, к сожалению, мы о них не знаем. Не знаем, как рассказать, не знаем, как преподать. Поэтому как-то вот хотелось бы сделать акцент на более тщательном ведении вот этой маркетинговой политики. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».